доброе утро ребята сегодня первый день на водоеме в палатке должно быть тепло но палатки не очень тепло так мы и спали проехали порядка 150 километров потом еще оставили палатки ну и всякое такое проснулись 6 утра хотя я думал что проснемся в 10 проснулись от холода собачьего палатки у нас вот так собираться дальше нас к сожалению сел шуруповерт поэтому как мы будем крутить дальше не на напарник поехал за запасным аккумулятором будем смотреть работал одна жерличка пока автор дмитрий вот такая красавица к сожалению никак не дает заснять процесс поимки налажив ну вот пять хвостиков активе насадка червь к этому моменту мы пробурили порядка 30-40 лунок и у нас к сожалению сели все аккумуляторы дело в том что генератор ночи практически не работал мы не смогли зарядить поэтому не смогли целиком обловить в пространство которое хотели и соответственно на имеющихся луруках мы начали пробовать разные снасти ставили пастовушки блеснилки я достал в итоге хариусовую удочку на которую ловил на пя озере и кстати нормально хариуса ловил там назначена золотистой мормышкой граненой и с насадкой червь и на игру и на настоящий очень хорошо брал хариус ну она не подвела и здесь благодаря ей я поймал кушечку точно дмитрий а это мой напарник дмитрий отличный рыбак очень хороший человек любитель давать советы а а теперь о рыбалке попался еще сегодня галец вот такой но не на снасть именно на мою снасть красавчик и снова привет прошло немножко времени сейчас обеденный перерыв и у рыбы тоже только что зашла хорошая ложечка приятно сразу 2 напарник уехал за чаем не буду стоять на ней одинарник хотя сейчас поставлю и с червячком попробую ей поиграть за снегом пудом не задумывая ветром за наш чайбилок мы наконец промокли и решили попить чаю пока пили чай немножко стало смеркаться и было принято решение ехать в палаточный лагерь сушиться и готовиться к завтрашнему дню и вот утро следующего дня к сожалению ночью у нас сложила палатку из-за того что мы ставили прошлую ночью быстренько в попыхах и в темноте привязывали к снега ходом чтобы не сложил но все-таки бы ветер был такой что ее она сложилась внутрь но мы это быстро выправили и занялись приготовлением завтрака для того чтобы вновь отправиться на ходу за кунжей нужно выйти на улицу посмотреть что там происходит сейчас посмотрим как у нас сделан палаточный лагерь это наши домики в каждом по два человека это обогревает тепло дается где-то с одиннадцати речи оттуда а вот ли я привет чайничек кухня все здорово камбус рядом ночью как выяснилось сорвало не только нашу палатку сорвало еще несколько соседних и ильей нашим гидом было принято решение об укреплении палаток срочно сверлились ломки и путем такой вот хитрой конструкции загонялись натягивали шнуры и все это укреплялось достаточно серьезно сейчас приехали на новое озеро пробуем ловить ведрила правда сильнейший не знаю что получится я собрал вот такую слайд я собрал вот такую слайд а а а а а а Продолжение следует... 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 Доброе утро! Сегодня день отъезда. Точнее утро отъезда. Время 5 утра. В палатке очень холодно. Что-то прям пошел на кухню налить водички, согреться. Думал, что минус, но не думал, что настолько. Вода замерзла. Сейчас буду пытаться убрить тебе чай. Это наш замерзший парк техники, который нам сегодня предстоит завести, прогреть, загрузить, упаковать и ввести с собой обратно в сторону дома. Перед поездкой Илья делает ТО. Влетели увлажнители. Увлажнители? Собрался с вами попрощаться и тут вспомнил. К нам в последний вечер пришел песец. Нет, не полный. Он был достаточно худой. Но требовал своего. Поэтому пришлось ему скормить все вкусняшки, которые у нас оставались из запасов. Ушел он очень довольный. А вот теперь хочу с вами попрощаться. Спасибо, что вы досмотрели это видео. Надеюсь, вам было интересно. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал Реальной Снасти. Отдельное спасибо Илье-организатору и компании Инкарьялу, без которой это путешествие не состоялось бы. До новых встреч!